Всем привет! Это седьмой выпуск второго сезона проекта Сингента Хелп. Проект, в котором мы отвечаем на вопросы агрономические и биологические, поступившие к нам в агроподдержку компании Сингента от вас, от наших друзей, коллег и партнеров. Сегодня у меня в гостях руководитель направления фунгициды и инсиркициды компании Сингента Россия и стран Казбек Евгения Хасанова. Женя, я очень рада тебя сегодня видеть. Расскажи буквально немножко о себе. Мария, привет! Большое спасибо, что пригласила в проект. Для меня это большая честь, потому что я с большим интересом посмотрела все выпуски. Я закончила Российский университет дружбы народов РУДН, аграрный факультет по направлению интегрированной защиты растений и более 14 лет уже работаю в сельском хозяйстве. Начинала свою карьеру в проекте студенты Сингенты. После этого 10 лет работала в другой ранди-компании, где отвечала за портфель на СОИ. И с 2021 года я снова в Сингенте в маркетинге. Сегодня у нас с тобой 7 марта. Завтра праздник, который достаточно любят все девочки и девушки. А каждая девочка в душе, будто маленькая совсем, будто дама 80 лет, это всегда модница. А так как у нас всё-таки сельскохозяйственная тема, давай поговорим о том, что сегодня в моде в сельском хозяйстве. Мария, а в сельском хозяйстве сегодня в моде СОИ. И раньше ей увлекались модники, модницы Дальнего Востока, то теперь она завоёвывает сердца уже центральной части России, Волги и других регионов. Как ты думаешь, почему такая мода на СОИ? Ты знаешь, очень просто. Это цена. Сейчас высокая цена на культуру, и у нас запускаются новые перерабатывающие мощности, высокий спрос на кармажи для животноводства. Но при этом мы продолжаем импортировать полтора миллиона тонн СОИ ежегодно из Латинской Америки. И поэтому нам нужно увеличивать не только гектары, но и производительность одного гектара. Поэтому спрос моды на СОИ, она продолжится ещё несколько лет точно. Да, и я вижу по тому, сколько вопросов поступило к нам на эту тему. И мне очень приятно видеть именно тебя в нашей студии, сегодняшним гостем и сегодняшним экспертом, потому что я знаю, что СОИ – это твоя самая любимая культура. Итак, мы начинаем. Женя, итак, давай начнём. Первый вопрос пришёл к нам из Пензенской области. Нас спрашивают, когда начинаешь выращивать СОИ, что является базой? С чего начинать? Мария, возможно, я тебя удивлю, но сначала нужно определиться, что мы сеем, какой сорт. Потому что от сорт у нас зависит длина вегетационного периода, зависит потенциал сорта. Высокобелковый сорт – это или нет, или масличный. И продолжительность вегетационного периода определяется суммой активных температур. Сейчас объясню. Чем больше сумма активных температур, тем нужно больше дней вегетации, чтобы эту сумму накопить. Простым языком, если, допустим, сорту нужно 1900 сумма активных температур, то в южном регионе ему потребуется всего 90 дней, чтобы эту сумму накопить. Но если мы с тобой продвигаемся севернее, то потребуется 100 дней или больше только потому, что там холоднее. И от этого вегетационный период будет больше. Суммируя то, что ты сказала, прежде чем начинать выращивать СОИ, надо обратить внимание на генетику и на особенности этой культуры. Да, чтобы сорт был районирован для конкретной области. Хорошо. Следовать рекомендациям производителей сорта. Я думаю, мы ответили на этот вопрос и можем идти дальше. Женя, к нам в «Агроподдержку» приходит очень много вопросов касательно защиты СОИ от СОЖной растительности. Но раз мы сегодня говорим про технологию выращивания СОИ, мы не можем обойти этот важный такой животрепещущий вопрос. У нас будет отдельный выпуск, посвященный защитой СОИ от СОЖной растительности. А сегодня у нас технология защиты СОИ, и поэтому крупными мазками буквально, пожалуйста, ответь на вопрос, который пришел к нам из Самарской области. Комплексная защита СОИ от сорняков. Вопрос очень большой, такой глобальный, но мы должны знать, что защита СОИ, вообще выращивание, успех – это как раз защита сорняков. И чтобы ответить на него в общем, мы должны обратиться к биологии культуры. СОИ – это теплолюбивое растение. А СОИ в начальной фазе роста растет очень медленно, и оптимальная температура для прорастания 12-14 градусов. У сорных растений, основных засорителей, температура прорастания ниже. И получается, что к моменту всхода в СОИ уже поле сильно засорено сорными растениями. Так к вопросу, применять до всходовой гербицид или нет. Теперь, вот, знаешь, вот теперь для меня более ясно и точно начинает быть понятным, зачем нужен этот элемент технологии. Хорошо. И здесь как раз вот, если мы берем защиту СОИ от сорняков, вот есть, ты права, вот два блока. Вот первый блок – это мы должны убрать конкуренцию. За воду, минеральное питание, за свет мы должны применить до всходовой гербициды. Потом уже гербициды применяются после всходов, когда СОИ находится в фазе премордиальных листьев 1-3 тройчатых листа. Но здесь важное правило. Мы должны ориентироваться не на фазу развития СОИ в меньшей степени, а на фазу развития сорняка. То есть, как обычно, не допустить его перерастания. Абсолютно верно. И очень сложный сорняк – марь белая. Оптимальная фаза, если работать по маре, это первая пара листьев. Но если обрабатывать позже, то не каждый гербицид справится. И эффективность гербицидной обработки будет хуже. Почему? Потому что слой кутикулы у марьи утолщается, и гербициду сложнее будет с ней справиться. Ну что ж, я думаю, крупными такими шагами мы с тобой обозначили основные технологические тонкости защиты СОИ от сорной растительности. Напоминаю, у нас будет отдельный выпуск, где мы точно и подробно всё это разберём. И так мы можем двигаться дальше. Женя, плавно по технологии мы можем двигаться дальше. И следующее после гербицидной защиты, одной из важных является защита СОИ от болезней и от стресса. И к нам пришло несколько вопросов. Допустим, вот Белгородская область спрашивает, в какую фазу на СОИ лучше применять фунгицид? И вопрос из Дальнего Востока, когда применять фунгицид во влажном климате на СОИ? Мария, давай, наверное, начнём с конца. Во влажном климате на Дальнем Востоке болезни начинают появляться очень рано. Это фаза примордий, первый, третий, троечитый лист. Как правило, это септериоз, аскохитоз, округлый саркоспороз, пурпурный саркоспороз. И правильно будет обрабатывать фунгицидом как раз по первым признакам в начальной фазе роста. Второй период применения фунгицида, но я подчеркну, что он же является основным, если болезнь не началась раньше, это бутонизация, полное цветение. И вот, наверное, как раз для Белгорода, для Курска, Орла, Юга России, вот это основная фаза. Да, для них это наиболее характерно, потому что болезни, как правило, появляются в фазу цветения, когда иммунитет растения начинает падать. Но ещё очень важно определить правильно, грибное это заболевание или нет. Правильно диагностировать. Да, ты сама фитопатолог и знаешь, какое количество болезней повреждает сой. Это и вирусные, и бактериальные, и грибные. И здесь тот же септериоз, грибная болезнь, легко спутать с бактериозом. Поэтому я хотела бы дать пару советов, как легко отличить в поле бактериоз от септериоза. Потому что бактериоз фунгицидами не контролируется. И применение фунгицидов против бактериоза – это просто выброшенные деньги на ветер. Мы берём с вами лист и смотрим его с обратной стороны. Если он блестит на свету, этот блеск – из-за эксудата, который выделяют бактерии. Значит, это бактериоз. Если блеска нет, то это грибная инфекция, и здесь уже нужно применять фунгицид. Также, допустим, ризоктониоз поздние фазы. Он чем характерен? Мы когда перевернём листик, то такое, знаешь, размытие, как будто бы акварелью нарисовали. А бактериоз, он будет блестеть. Вот это самая простая диагностика. Ещё давай дадим ещё какой-то комментарий по поводу того, что если агроном не видит заболеваний, либо он не знает, действительно ли это опасно или нет, он может отказаться от фунгицида и, скажем, о той части страны, где заболеваний меньше, чем на Дальнем Востоке. Как поступать им? На что им обращать внимание? Прости мне, пожалуйста, такую вольность. Мне вспомнили слова одного коллеги, который говорит, если суслика никто не видит, это не значит, что его нет. Поэтому если мы болезнь не видим, не умеем диагностировать, это не значит, что её нет. Но фунгициды, они делятся на несколько подгрупп таких. Есть триозолы, которые лечат, и их нужно применять, когда есть болезнь. Они её останавливают, вылечивают. А есть другая группа фунгицидов. Фунгициды с физиологическим действием. К ним относятся астробилурины, карбоксамиды. И здесь они помогают растению уже на физиологическом уровне. К примеру, когда основная болезнь начинает появляться, основной период – это бутонизация цветения. В этот период у растения сильно падает иммунитет, и в дополнение начинается жара, засуха. А мы с тобой вот сначала выращивание соя потратили деньги. Семена, обработка семян, удобрение, гербицид. И вот август, соя стоит, начинала цвести, и что она делает во время жары? Она сбрасывает цветки и может сбросить бобы. Почему? Потому что она в стрессе, и как любой живой организм, её задача – дать потомство. И вот все вот эти сформированные цветочки, для неё на самом деле абуза, балласт, который она сбрасывает. Есть специальный термин – абортация. И вот как раз фунгициды с физиологическим действием, они предотвращают абортацию. Но здесь хочу обратить внимание. Нужно применять их чуть заранее. Если культура давно в стрессе, то применение фунгицидов с физиологией, к сожалению, только могут навредить. Поэтому всё нужно делать своевременно. Ну, я думаю, что мы достаточно детально с тобой коснулись темы защиты сои от болезней и от стрессов. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях, и мы обязательно вам ответим. А мы идём дальше. В этом году, как всегда, впрочем, у нас была аномальная погода. Юг заливала, там центр и по Волжье очень сильно засушивала. Но, как всегда, соя испытывала стрессы. И не только соя, но и люди испытывали стрессы. Но помимо стрессов и помимо болезней и сорняков, у нас есть ещё одна технологическая сторона. И вот вопрос как раз её и касается. Вопрос пришёл к нам из Белгородской области. Паутинный клещ на сои. Как с ним бороться? Ты знаешь, Мария, про аномальность сезона в сельском хозяйстве хочется сказать. Никогда такого не было, и вот опять. Поэтому клещ, возвращаясь к твоему вопросу, клещ – это новый вредитель, который, к сожалению, всё больше завоёвывает территории, потому что увеличивается площадь возделания под сои. И когда появляется клещ? Опять же, самую уязвимую фазу – это ботанизация цветения. Это конец июля, август. Клещу нужна жара, нужна засушливая погода. И соя максимально чувствительна в этот период. И повреждения от клеща могут быть большие. До 20% урожая снизится за счёт его повреждения. Но когда мы видим это повреждение, это мраморность листьев, к сожалению, уже поздно. Ну, бороться-то как вообще? Ты знаешь, во-первых, я хочу предложить небольшую диагностику. Можно воспользоваться очень простым способом. Взять с собой белый лист бумаги, оторвать… Вот видишь мраморность листьев, да? Оторвать этот листик, потрясти над белым листом бумаги, и можно увидеть как раз клещиков. Будут маленькие чёрные точечки. Работать надо. Как с ним бороться? Здесь нужен интегрированный подход. Клещ, в первую очередь, селится на сорных растениях. То есть, опять же, мы возвращаемся к теме гербицидной обработки. Можно использовать полезных атомофагов. Это златоглазки, либо хищные клещи. Но без химии, к сожалению, здесь никак не обойтись. И нужно применять акарициды. Это инсектициды, специализированные на борьбе с клещами. Потому что клещ питается с обратной стороны листа. Поэтому препарат, действующее вещество его, должен проникать внутрь листа и в паренхимии листа образовывать резервуары. Что конкретно ты можешь, как эксперт, порекомендовать против клещей? Ну, это должен быть как контактно-кишечный акарицид. Мы ожидаем расширения в 2024 году спецкультурного продукта, акарицида специализированного, который может эффективно бороться с клещом. То есть, это нам поможет. Я думаю, что это средство нам нужно не только на сои. А как быстро этот акарицид действует на клеща? Как быстро агроном увидит результат? Ты знаешь, спустя несколько часов после обработки клещ перестаёт уже питаться. То есть, он перестаёт повреждать сою. И спустя день он полностью погибает. Но, что очень важно, он может бороться со всеми питающимися стадии клеща, от личинки до имага. Да, я думаю, что всё с нетерпением будут ждать появления нашей новинки. Женя, я хочу поблагодарить тебя, сказать тебе огромное спасибо за то, что ты нашла время и пришла к нам. И в преддверии праздника 8 марта мне хочется поздравить тебя и пожелать тебе, чтобы в твоей жизни было больше гармонии, счастья и радости. Мария, большое спасибо. Повторюсь, для меня большая честь быть в проекте «Сингента Хелп». В особенности говорить о нашей с тобой любимой культуре. Это подарок празднику 8 марта. И я тебя от всей души поздравляю. Спасибо. Это был седьмой выпуск проекта «Сингента Хелп». Проект, где мы отвечаем на вопросы, поступающие от вас, от наших зрителей, партнеров компании, от друзей и коллег на агрономические и биологические темы. Переходите по QR-коду, присылайте свои фото и видео, и вам обязательно помогут и разберут именно вашу ситуацию. Завтра 8 марта. Хочется поздравить всех девочек, девушек и дам с наступающим праздником и пожелать всем гармонии, счастья и любви. Ну, а мы заканчиваем. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...